приветствую вас на первом циничном канале и на канале спасибо макс до снимаем с двух сразу аппаратов ролик будет и там и там выложен спасибо макс собственно канал буквально недавно делали совместный стрим и вот сейчас встретились вживую только что провели уже на его канале порядка двух часовой стрим вот все отлично он состоялся еще сто процентов проведем вот сейчас есть возможность собственно посмотреть что было дальше продолжение истории если кто-то не смотрел начало бегство из россии так вкратце бегство из россии от алиментного рабства она рабство действительно бакс сто процентов до алименты у меня на момент присуждение алиментов да еще раз я тоже скажу всем привет первый циничный спасибо макс да у меня на момент когда алименты мне посудили судом была равна сумма 100 процентов доходов ну то есть все просят сумму но это было чуть меньше там 30000 рублей тогда на тот момент там после депрессняка там всех историй с детьми разводом и так далее ну короче сумма была равна 100 процентов их доходов что т.д. снуки кому интересно твердо денежная сумма не момента зарплату ничего-то сбежал в турцию в основном все-таки вот в стриме ты так рассказал свою ситуацию что дальше вот сейчас уже легче стало что у тебя проблемы какие-то были смотри да сейчас такой все стало ровно с работой были проблемы какие-то я работаю на удаленке я работаю администратором пабликов были проблемы с работой задержками еще что-то об этом и рассказывал своих роликах сейчас сказать что стало легче не сюда ну вот хочется знать хочется прям на всю как-то сказать блин да ребят все стало классно все стало круто но когда ты типа хвастаешься не знают у меня почему такой сотка такого класса что обязательно какая-нибудь ерунда случается ну да я не то что похвастаться сказать что стало легче да однозначно стало легче мне как мне сейчас мы сейчас нравится сейчас у меня аудитория сейчас у меня зрители сейчас не друзья опять же благодаря youtube всем привет да и опять же с тобой мы познакомились ты помогал там каналу на первом когда с полторы тысячи подписчиков было короче стало все даже так давай если задать вопрос стоило ли он того однозначно да ну вот тут главное да однозначно за четыре месяца по сути да за четыре месяца сейчас более-менее все устаканилось понятно что с расходами сильно снизились расходы то есть жилье и да там все устаканилось там реально понятно что с работой понятно в принципе понятно что ты хочешь дальше делать как ты все стало вот я у меня предпоследний ролик даже об этом что все этот день настал ровно день сурка ты ешь работаешь спишь youtube стримы и ролики и так далее но это как отдельно значит такая как творческая дата конставляющая вот ходишь на море там нахаживаешь шаги я худею пути по мне не видно свежий воздух да как есть свежий воздух на природе ты здесь ешь как не в себя да 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 вот ну то есть короче да кайф ну вот то есть друзья если кто-то думает там вот четыре месяца карантинный период я просто когда ехал я уже ну скажем так может быть пересидел даже в россии я был готов уехать но наверное я потерял много времени то есть можно было уехать раньше макс ехал можно сказать как это тупырей спасался могли перекрыть дорогу сразу же вот поэтому немножко как бы в сыром варианте не готова но вот вот он карантинный период 4 месяца то есть если вы куда-то выскакиваете и там что-то идет не так там жильем что-то непонятно вы не думаете что так будет 10 лет или там всю жизнь вот за 4 месяца значительное улучшение я раньше считал что карантинный период где-то при иммиграции 2-3 года вот ну вот даже быстрее у меня его не было вообще потому что уже был готов но ту макс он был там четыре месяца это не три года даже на данный момент пригорела в бывшей смотри да были короче комменты нет бывшей были комментарии от тещи прям на ю тубе в плане ах ты там такой секой если кому интересно я прикреплю к этому ролику по крайней мере у себя на канале прикреплю переписку кто еще не видел то что написала комментариях однозначно бывшая жена была не в восторге но там если мы берем историю все что касается прошлого там ну принципе бывшей жены там и всех этих самых вещей там не столько бывшая жена что-то делать это значит человек который ну как это как кукла которым управляет когда я говорю про бывшую жену я имею ввиду тещу потому что всем управляет теща что мне смысл будет бывшую жену если там своих действий они нету там крайне такая история да все что делать там бывшая жена да то есть там вот мне интересно что там творится там пригорает там горит да ну соответственно в россии уже не возвращаться у тебя на сколько закон паспорт а вот момент у меня он до 2025 года к сожалению это такой момент который довольно важный то есть меня есть по факту четыре года на то чтобы решить вопрос что с ним делать ну то есть например чисто в теории один из вариантов которые я могу озвучить он скорее все самый глупый но это просто один из вариантов которым типа погасить долг по алиментам здесь пойти в консульство или там поехать в россию про и сделать сделать новый за грани это просто один вариант который реально мне не нравится просто один из есть другие варианты которые я озвучивать не буду потому что я споняюсь именно конкретно к ним то есть как это можно сделать по факту гражданство его страны какой-нибудь вот гражданство да действительно там за инвестиции можно за относительно ну как все в этом мире относительно за относительно небольшие вот но друзья если допустим у вас вы будете планировать такой переход делайте новый загранник его можно всегда сделать он будет на 10 лет за 10 лет вы здесь без инвестиций без серьезных получите гражданство да вот то есть тут вопрос от 25 года сейчас 21 если бы 10 лет там 31 год просто это время спокойно гражданство получите у вас будет турецкий паспорт вот то есть вот тоже как вариант то что было много вопросов потому интервью что дальше там в консульство надо идти то что россия будет закрыта если как бы ну человек здоров на голову она и так будет закрыта для нормального человека адекватного но без элементов она будет закрыта там как бы стрёмно становится с каждым днем все стремней вот поэтому в этом плане понимаете вы просто находясь в россии будете вы что россия будет закрыта вы сильно переживаете что для вас северная корея закрыта сильно вы будете пугаться если сейчас вам скажут что вы признаны персоной нонграда в зимбабве никогда больше въехать не сможете блин на какой шанс чтобы туда в принципе поехали вот мир большой и если для вас закроется одна страна но вы смотрите не из этой страны когда вам по всем сми будут говорить что это и есть весь мир ну закрыта закрыта в мире еще 200 с лишним стран кроме россии поэтому есть что посмотреть скажем так макс дальнейшие планы ну понятно что можно не озвучиваю но да хотя бы краткосрочные но смотри когда я же как многие знают а некоторые нет я уезжал реально по факту одним днем ну то есть было принято решение за день была какая-то небольшая сумма накоплений это к чему и почему не сделать этом загранник допустим на 10 лет я реально ну как бы ему просто никто вообще не знал я просто проехал тестировать вообще выпустят меня из страны или нет потому что такой суммы там по элементам ты по факту как бы не выездной что как я говорю много раз не всегда правда последние ролики есть об этом короче вот одним днем я бы получилось уехать турции уже когда летел самолете ты начинаешь какие-то строить планы что дальше ну первый был план основной решить базовый что сейчас да и до жилье связь ладно какие такие моменты с этим сейчас порешали да все понятно дальше соответственно в основном просто легализация какой-то вообще в идеале конечно какой-нибудь бы гражданство другой ну то есть это было бы идеально вообще решение всех этих там бандарсов какой страны мы вы не знаете конечно и я скорее всего тоже ну то есть такой план очень-тоろう гражданство или за можно об этом говорить нет я не еще не в теме на них управлять нефть реально может это в эфире горит или нет в ролике это идеальный был бы вариант да да двойное гражданство не дофига признаются двойного и вот там далеко не обязательно выход из российского ну как правило нет не обязательно вот они все признаются двойное гражданство и более Более того, друзья, если вы получаете двойное гражданство, там, ну, ряд целый есть карибских стран, там, по инвестициям в основном, у вас две трети мира становится открыто, безвизовым. В зависимости от страны у вас будет открыт Шенген почти во всех странах, Штаты в большинстве, уровень Австралии и, допустим, Британка, но нет, в меньшинстве. Вот, это уже крутые гражданства должны быть. Но, скажем так, те паспорта, которые можно даже на Карибах получить, это намного круче, чем российский паспорт. Российский паспорт безвиз, это страны третьего мира, ну, так, плюс-минус в основном, а там нет, там серьезные страны открываются, то есть вы сможете по всему миру путешествовать. Вот, ну, так вот, основные моменты, может быть, что ты, Макс, от себя хотел бы? От себя я хочу поблагодарить, во-первых, тебя. Спасибо. Вот реально, потому что, когда этот канал начинался, я тогда, может быть, ну, я, понятное дело, не сказал, я не знал, публикуешь ли ты наш ролик или нет. Ролик твой вышел и реально, ну, порядка, наверное, тысячи человек, я же прям следил, я же следил, порядка тысячи человек пришло от тебя. Но даже не важно количество, важно качество людей, которые пришли от твоего канала, которые с тобой, я с многими сейчас подружился реально. И многие мне помогли в той ситуации, потому что, когда я здесь реально был и рассказывал, полный такой трэш был здесь в плане, что делать с жильем, что делать с документами, как легализовываться. Просто присоединились люди на канале, которые писали мне в личку, Макс, я тебе помогу, Макс, я тебе там туда-туда-туда ходи, короче. Ну, то есть, и это, вот эти люди, я знаю просто, они говорят, они сразу говорят, мы пришли от Иоганна, вот за это тебе огромная благодарность. Канал, опять же, вырос благодаря однозначно тебе, еще есть чат Максометра, не канал чат, чат Максометра тоже на первых порах мне помогал, но я об этом рассказывал у тебя на канале, ему тоже там огромная благодарность. Вот, я хотел реально сказать искренне, увидеть тебя вживую, пожать тебе еще раз руку, сказать огромное спасибо. Потому что реально твоя помощь тогда, то, что ты отозвался, она помогла мне, говорю как есть. Ну, то есть, и мой посыл, наверное, вам, если вы нормальный, если вы адекватный, если вы умеете общаться, не бойтесь просить помощи. Потому что я попросил в то время, мне реально была нужна, и если бы я не попросил, если бы я не снимал ролики, если бы я сидел где-то там сам себе, мы не знаем, как бы это все пошло. Ну, говори как есть, да, что бы было, никто бы не узнал обо мне, никто бы мне не помог, и, скорее всего, приехал бы и обратно, и там, как говорится, в своей стране как-то где-то бегал бы. Ну, да, постоянно охота. Да. Вот, все, что хотел сказать. Да, друзья, поэтому вот, живой пример, ссылка обязательно будет на канал «Спасибо, Макс!» в описании сюжета. И на Ироганн, Себастьян. Да, не бойтесь начинать, понимаете, там, с теми же алиментами, если брать непосредственно тему Макса, что раньше было, с вас драли определенную деньгу, как бы, но вас оставляли в покое. Сейчас вы все равно не получите покоя. По большому счету, вам устанавливают тоже ТДС, где ее взять, найди, придумай. Ну, а если вам все равно, грубо говоря, покоя нет, и придумай, тогда проще уехать, придумай, как устаканиться здесь. Ничего сложного. Скажем так, намного легче, чем придумывать, где там 18 лет что-то брать. Поэтому уехал, и какое-то, то, что у вас, скажем так, беспокойство появляется, я говорю, оно появляется на месяца. Там у вас оно появляется на годы, на десятилетия. Покой вам все равно не дадут, поэтому, что вы теряете, да. Такая разница, где вам покоя. Зато здесь вы его лишитесь на месяца, и все устаканится, все нормально будет. Поэтому не бойтесь. Кто сразу может, сразу, если все-таки будете думать, ну, хотя бы еще какие-то месяцы, задумайтесь, особенно задумайтесь над концом сентября, началом октября текущего года. Потому что сейчас здесь в сезон, вот мы и стримили, как раз я говорил, в сезон здесь начинается, жилье немножко растет в цене, потом оно, наоборот, опускается. То есть есть, повторюсь, со стрима, есть три варианта. Самое дорогое, вы приезжаете в сезон и берете на сезонные даты, там, июнь, июль, август. Вот, это будет самое дорогое, это подемная оплата, очень дорого. Дешевле взять жилье сейчас на год, то есть у вас входит и сезон, и дальше уже не сезон входит. И самое дешевое взять тоже на год, но не когда сезон грядет, вот сейчас, в апреле, а когда грядет не сезон. То есть вы берете в сентябре, и сезон у вас будет скорее в конце. Это самый дешевый вариант. Если вы сейчас рвете, у вас, допустим, уже прижимает, ну, хорошо, у вас будет второй вариант, сейчас вы приедете, там, через третью страну, то, что авиасообщение закрыто, можно через третью приехать. Если вы все-таки хотите выждать дешевое жилье, я бы рекомендовал за эти три месяца обновить загранник. У вас будет загранник на 10 лет новый. И, соответственно, у вас на маневры, там, на получение второго гражданства 10 лет будет. Ну, это достаточно. Это вот так. Их еще прожить надо 10 лет. Вот, вы здесь за 5-6 оформите турецкое. Вот, то есть, если думаете на осень, не прошляпьте лето, оформите загранник. Времени хватит на загранник. Вот, и все, и можно выдвигаться осенью. Как я всегда говорил, есть там, я не знаю, главный набор, однозначно, если у вас нет загранника, настал этот день, этот день сегодня, делайте загранник. Да. Мы примерно можем так угадывать, как будут дальше происходить события. Но если у вас нет загранника, считайте, это ваш, я не знаю, как это называется, косяк или как это. Это смертельный косяк. Да. Друзья, есть у вас элементы, нет элементов. В России, вот просто, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но это не страшилки. В России у вас должен быть загранник, должна быть резервная сумка, которую вы просто взяли и вышли из квартиры, бросив все. Да. Это нужно. Считайте, что вы в сейсмоактивной зоне живете. В какой части России, да, вы бы не жили. Считайте, что это очень сейсмоактивная зона. И поэтому у вас должна быть резервная сумка. То есть у вас должны быть планы, что можно сделать за сутки, как собраться, что можно сделать за там 12 часов, что можно взять с собой на машине, на вашей, а что можно взять только выбираясь на попутках, уходя там полями какими-то. У вас должна быть сумка буквально в виде рюкзака и планы выхода за 5 минут из квартиры или за минуту. То есть вот вы почему-то сейчас приняли решение, что через минуту вы должны уйти из квартиры. Друзья, это все реально. Я с многими людьми общаюсь. Это сейчас современная реальность, да. У вас должен быть вариант выйти из квартиры через 20 секунд. Просто обуться и выйти с сумочкой с резервной. И вы должны понимать, куда вы пойдете вот в этом резервном варианте, где вы будете границу пересекать. Вот этого не сделать, это считайте, что вы живете на вулкане и вы не думаете о сейсмоактивности. Более чем странно. Сейчас сразу задумался, а у меня это все там по шкафу разбросано, такой думаю, так, надо в этом порядке, ну типа, понятно, что все на одном месте, но надо это реально собрать какую-то сумочку, чтобы действительно так и было, да. Да. Это, возможно, страшилки, я не знаю, или еще что-то, как хотите воспринимайте, но это современная реальность. Друзья, я не буду, конечно, распространяться. Я хорошо знал людей, которым понадобилось выйти до вечера, скажем так. Если бы они не вышли, все было бы очень плачевно. Вот, то есть после обеда люди понимают, что до вечера надо выйти из дома навсегда. Или все будет очень плохо. Вот, они вышли и слава богу. То есть вы понимаете, где живете. Поэтому алиментами, к сожалению, все не исчерпывается. Надобность резервной сумочки. Вот, ее надо иметь. И вы не думайте, что я ни во что такое не лезу. Я не Аль Капорна, я не Бедлада. Да, 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 это никак не лезу. Пфу, абсолютно. То есть я работаю, честно плачу налоги. Друзья, ерунда, абсолютно. Это просто детский лепет в российский реалий. Заходите в комментарии, посмотрите, что у Иоганна, что у меня на канале. Просто почитайте комментарии, когда все было ровно, стабильно, много лет. И просто в какой-то один момент, не день даже, момент, все рушится, меняется. Или срочно приходится предпринимать, а человек был не готов. И он говорит, вот, я был не готов, и вот моя история. Да. Поэтому всегда у вас должна быть кнопочка катапультирования. Да. В России, по крайней мере, да. Вот, везде, но в России особенно. У меня остановилась запись, прикинь. Ну, ладно, потом можно будет кусок пришить отсюда. Так, ну, ладно, друзья. Так, пошла она? Да, пошла она, да. Потом, ну, вот. Все, у меня память закончилась. А, память закончилась. Ладно, друзья, тогда заканчиваем. Все, смотрите на канале Макс Стрим, скорее всего, будет сохранен двухчасовой. Вот, подписывайтесь на канал обязательно, по ссылке. Вот, ну, я думаю, что далеко не последний раз встречаемся. Все, Макс, спасибо за интервью. Спасибо тебе за интервью. Вот, будем дальше, конечно. Будем посмотреть. Я был рад лично познакомиться. Взаимно. Все, спасибо. Все, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok